Вторая часть книги Ильфа и Петрова называется «Через восточные штаты». Про Нью-Йорк сообщается, что это город пугающий, что там миллионы людей мужественно ведут борьбу за свою жизнь. Там слишком много денег, слишком много у одних и слишком мало у других. И это бросает трагический след на всё, что происходит в Нью-Йорке. Буквально цитирую текст. По американской федеральной дороге нельзя было ехать медленно, как пишут Ильфа и Петров. Одного желания тут мало, потому что рядом с машиной и сзади машины идёт огромное количество других автомобилей. Писатели образно пишут, что сзади напирают целые тысячи, а навстречу несутся десятки тысяч, и все они увлекают вас в едином порыве, нестись вместе с ними. Ну, такой образ очень ёмкий. Он говорит и о темпе жизни, не только человека, находящегося за рулём, но и пешехода, и который ведёт борьбу за жизнь в поисках работы, и который должен интенсивно вести работу. И в наше время, вот самые последние месяцы, в интернете уделяется очень много внимания этому. В частности, в связи с появлением искусственного интеллекта. Вот Татьяна Черниговская говорит об аналогиях с художественным произведением XIX века, «Алиса в стране чудес». Там такая аналогия, что для того, чтобы просто стоять, необходимо бежать, а иначе ты упадёшь, и оказываешься сзади. Вот это проблема конкуренции. А Ильф и Петров пишут, вся Америка мчится куда-то, и остановки, как видно, уже не будет. Только вот куда мчится? Здесь хочется вспомнить Гоголя, писателя XIX века русского. О, Русь, куда мчишься ты, когда он пишет про знаменитую «Тройку», «Птицу-тройку». На капотах тогдашних американских автомобилей сверкали собаки и птицы, то есть символы животных, которые движутся очень быстро. Они дают такие психологические характеристики находящегося в кабине автомобиля человека. Есть что-то обидное в том, что вас обгоняют. Но действительно, вот проведя много дней в автомобиле, в наше время, в России, я вижу, если не самому обидно, то многим обидно, кого приходится обгонять, и они это наверстывают. А в Америке страсть обгонять друг друга развита необыкновенно сильно, написано в очерках, и приводит к еще большему увеличению разного рода катастроф и аварий. Американцы ездят быстро. С каждым годом они ездят все быстрее. Дороги с каждым годом становятся все лучше, а моторы автомобилей с каждым годом все сильнее. В очерках охарактеризованы особенности новой на то время работы на конвейере. Писатели пишут, что их поразил мрачно напряженный вид людей, трудившихся там. Работа поглощала их полностью, так что не было времени даже поднять голову. По их мнению, дело было не только в физическом утомлении, а возникало ощущение, что люди у конвейера угнетены душевно, что их охватывает ежедневное шестичасовое часовое чувство какого-то особенного состояния, неадекватного жизни в иное время. После чего, приходя домой, каждый день надо было долго отходить от этого состояния, выздоравливать, чтобы на другой день снова в него влиться. Труд был организован конвейерной технологией так, что рабочие у конвейера фактически не имели профессии. И они не проявляли собственного достоинства, которое было заметно у квалифицированных рабочих Америки. Хорошая зарплата для работников у конвейера нейтрализовалась тем, что он не представлял собой никакой ценности, и его могли в любую минуту выгнать и взять другого, потому что ничего, кроме одной единственной операции в этом месте конвейера, он не умел, и от него это не требовалось. Писателей поразило, что на автомобильном заводе хозяевам было безразлично, как реализуют свое обеденное время рабочие, где они едят, за столом или на полу, или даже вообще не едят, потому что конвейер работает строго по часам и заставит рабочего в любом случае встать на свое место. А вот в компании General Electric для рабочих были прекрасные столовые, и это объясняется тем, как подметили писатели, что там рабочие были квалифицированы, и они могут уйти, недовольные условиями труда, и заменить их будет не так просто. А это полностью отсутствовало в отношении рабочих у конвейера. Так объяснил Ильфу и Петрову местный житель Америки, который провел там уже не один десяток лет и являлся их водителем. Продолжение следует...